Пожалуйста, вы не стесняйтесь, заходите уверенней к нам. И, пожалуйста, вы не стесняйтесь, улыбнитесь вы новым друзьям. Может быть, много лиц не знакомых, может быть, не жигает наряда. Мы любим хороших веселых, настоящих и честных ребят. Здравствуй, первокусник, открываем мы двери и вам. И, пожалуйста, вы не стесняйтесь, заходите уверенней к нам. И, пожалуйста, вы не стесняйтесь, улыбнитесь вы новым друзьям. На педучилище ничего не заканчивается. После педучилища я лично закончил еще три учебных заведения. Поэтому останавливаться, если вы скажете себе, что вы достигли чего-то, на этом остановились и дальше пошли в администрацию, это вам конец. Вы должны учиться на игроповой доске. У меня вопрос был немножко другой. Ну, во-первых, мы все здесь, как бы, одногодки, да? Последний цикл. Волон, как вы тебя любили! Девчонки военного училища. Почему вы ушли к ним, а девчонок? Не используешь. Ну, как? Очень интересно. Когда я работал учителем математики в Удовском районе, на полторы ставки я получал 112 рублей. Вот так всегда. И, да, сними вопрос. Снимай! Что? Какая-то в Красноярске, если есть граница со сутками красных. Так, аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы поступили заучен в СОССКИЙ ПЕРЕИНСТИТУТ, нас там страшно, потому что на все экзамены мы хватили от всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Ну что, мы рады всех видеть. Очень здорово, что все здесь собрались. Нам 15 лет. В этом году мы... 5-й А мы себя называем, в общем. В общем, в 99-м году, когда мы поступали, не набрали параллельных курсов. Решили объединить всех в один. И, в общем, был только один курс школьного отделения. И нас было там 37 человек. Выпустилось, правда, из этого количества порядка 20. Но, тем не менее, мы всех помним. Мы вчера вот специально с ребятами разговаривали, вспоминали. И все вспомнили по-фамильно и по-именно. Очень многие, к сожалению, не смогли приехать, потому что разбросаны по стране и далеко. Некоторые в Турции. Некоторые, кстати, учителями в Турции. Замечу. Так что, будете в Турции, заходите к ним. А еще наш Андрей Булычев. Он в Астрахани, да. Так что, за арбузами к нему. Засин Рина! Засин Рина! Засин Рина! Ну, собственно, что вспоминается? Я вспоминаю первый курс, когда мы сюда пришли. Первая фотография. Вот как раз на ней мы все. Нас 37 человек как раз таки. Я вот помню, ну так случилось, что... Ну, как бы вот мама сидит, она среди 50-летних, кому 50 лет нынче выпуска. Вот. Нам 15. И, в общем, как бы мама меня собирала на 1 сентября сюда. Она мне повесила там брюки на стулочек и так далее, и так далее. В итоге я перепутал, взял брюки отца надел на 1 сентября и пришел так. И, в общем, на этой фотографии я, в общем, брюках отца таких безразмерных, так интересно. Вот. А с первого курса, не знаю, у меня до сих пор воспоминания. Вот здесь Александра Николаевна присутствует. Ну, введение специальности, основа самоорганизации, помнится. Знаете, это первая тройка, которую я получил. Ну, вообще, пятерочник всегда в школе. Там все хорошо. Ай-яй-яй-яй. Пришел, а тут тройка. Почему? И ухуд выделять главные мысли. Да. Я всегда вспоминаю, как Александр Николаевич диктует стихотворение. Три мудреца в одном тазу пустились в комри в грозу. Был бы поручнее старый таз, подольше длился мой рассказ. Напишите главные мысли. Я что-то пишу, а в итоге мне тройка. Ну, в общем, неправильно я определял главные мысли. Не знаю, как у меня получается это теперь. Но, в общем, я как-то запомню, вы пытались. Но до сих пор мысли путаются. Я садился. Ну, тут представители 50-летних говорили о том, что нельзя останавливаться и так далее. Знаете, мы тоже не останавливаемся. Да, из нас не со всех получились учителя. Так, я не знаю сколько, у нас точно двое. Три. Кто третий? Двое точно учителей. Третий, да? Юлия Белова, но она с нами с первого кусочка. В общем, двое учителей, но остальные закончили различные учебные заведения и работают по самым разным направлениям. Вот, с краю стоит... Жена моя. Моя жена. Она работает сейчас в энергетике. Ну, и Коля Смирнов. Он живет в опочке. Коль, чем-то... Попаться нечем. Не знаю. Счастливый безработный. Поэтому нечем. Не работает. Неправда. Почему? В общем, на самом деле я хочу сказать, что мы вас всех помним, конечно. Мы будем рады помочь вам в любом деле. Я вот думаю, что, наверное, в следующий юбилей надо подумать о том, чтобы подавить кондиционер в колледже. Очень, очень так... Кучно здесь, да. Микрофоны и колонки. Да, это было бы неплохо. Вообще, 90-летие колледжа я вот предложил отметить в ДК. Потому что, я думаю, народу может собраться много. 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 Вот. Что еще? Конечно, не хватает нам нашей классной руководительницы, Майя Аркадьевна. Вот. Но мы всегда ее помним. Мы сегодня к ней пойдем на кладбище. Обязательно. Вечером к нам присоединятся наши другие коллеги. Надеюсь, мы как-то это все дело отметим. По-детски. По-детски, как всегда, конечно. Вот. Я надеюсь, что этим летом я... Ну, мы попытаемся всей командой сделать фильм про освобождение почек. Так что... Ну, тем более 75 лет, это важная дата. Ну и что? Мы решили... Думали, что вам подарить, собственно. Ну что, детей вы много выпустили, дети у вас есть, дом у вас тоже есть. Решили дерево. Думали, какое? Ну, решили тую. В общем, мы готовы взять прямо сейчас лопаты и посадить ее. Ну, я надеюсь, с 5-ти миллионов не надо, чтобы лопату найти. Вот. Или мы оставим вам, и как-нибудь это придем, или вы сами справитесь. Я не знаю. Решили решать. Серьезно? Мы готовы путь сейчас. Пожелания. Да, конечно. Это моя мама. Просто я хотела пожелать на будущее, когда вы будете собираться опять в такие большие компании, пригласить ГТРК в съемочную группу и сделать хороший фильм о встрече. Вот нынче хотелось бы. Мы об этом подумаем. Я говорю, если у вас есть просьба. Что вам здесь? К игрушкам там, к льгоцам, по электроэнергии. Вы пожалуйста, не стесняйтесь. Мы тут по этой рекламе сделаем все, что в наших силах. Стоит запомнить. Поэтому спасибо вам за то, что мы были с вами когда-то. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Ну, повторяться не будем, но все равно же повторимся. Все слова хорошие, только тут звучали. Мы к ним присоединяемся. Поклопаем. Также хотелось бы добавить от себя и от нашего коллектива 5-го А и 5-го Б курса, которые в конце все-таки дошли до дистанции. В 9-м году мы выпустились. Прошло ровно 10 лет, и мы собрались. Еще некоторые на подъезде, там какие-то травмы, не знаю, допираются, но приезжают. Сегодня будет вечером. Вместе. Вместе. Вместе будет. Просто пятый. Это же детский праздник. Да, детский праздник. Утром и вечером. Вот. Но самое интересное, был 2010-й год. И я на радостях пришел, услышал со встречи выпускников. На следующий год пришел выпуск. И если уходил, и мне, не понял, Лариса Васильевна или кто-то еще из наших костяка сказал мне, Дима, а ты куда пришел? Я уже спустил. Встречу выпускников. Так, ну, настолько эмоционально зарядил вот эта пятилетняя наша учеба. Столько всего позитивного было. Вы вспомните, как мы выиграли единственное КВН. Помните? Это было супер представление. Столько курсов до нас боролось. Это был праздник, День Учителя, да, преподавания в октябре. Это ежегодный такой конкурс. Также очень хорошая база для парней. Вот как для меня, например, для Володи, да и другие парни понимают. Это хорошая база спорта. То есть у нас была легкая атлетика, лыжная подготовка, баскетбол, все спорты. Мы везде участвуем на соревнованиях. То есть отдельная благодарность Лебедеву, Виктору Григорьевичу, Комару Михайловичу, Валентине Александровне Трушиной, Александру Александровичу, всем благодарность. Но по отдельным предметам хочется, конечно, сказать, что методики, все методики пригодились в жизни. Просто когда ты в какой-то своей организации... Ну, я, так сказать, официально не работаю. Ну, официально не работаю, но... Но мы знаем, что ты работаешь. Да, все равно все руки в мозолях, так сказать. И пригождается таким, как просто индивидуальный подход, дифференцированный подход с коллективом работы. Это здорово. Также несколько ситуаций таких было в жизни, когда это не лесть и никакая-то корысть, когда сдавали в другом учебном заведении дипломы и просто приходили на помощь, например, физкульт-минутке. То есть ты говорил откуда? С ОПК. Они, раз, ОПК, опулический педагогизм. Я, да, колледж, колледж, колледж. Ребята, колледж. Мы выкручиваем все ситуации. В жизни это очень помогает. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. От всех благодать. Мы поздравим. Конечно. Это пятый А была Маежева Наталья Борисовна. И пятый Б это Нелли Николаевна. А также Далина Олеговна, которая встретила пятый Наступач. Не надо, две папки. Поздравляйте, конечно. Отлично. Это я не буду говорить за счет наших соборов. Для нашего курса выпуска. Здравствуйте. 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 Остальные решили без официальностей. Меня часто спрашивают, а почему ты пошел педагогом в педагогический колледж? Ведь наше учебное заведение от остальных сильно не отличается. У нас тоже тут есть свои... Ну что ты волнуешься? Всегда это слово забываю, когда даем ничего. Нюансы! Преподавайте мне! Господи, а предметов-то у нас совсем было мало. Я забыл? Это вообще не считается... Какой? Менеджмент. Товарищи, я вам честно скажу, я же до той поры даже ни разу ни одного слова ругательного не знал. А потом... А потом... Как... Как началось... Как началось... Агрег... Агрегировать... Аддиктивный... Этфилиация... Господи... Вы уж простите меня. Ко мне однажды на улице... Мужчина с ножом подходит и говорит... Кошелек или жизнь? А я ему говорю... Это неэффективный способ экономического взаимодействия. СМЕХ Его только пятки и сверкали. Да мои тоже. СМЕХ Так... Так страшно ж было. А бегаю я хорошо. Я физкультуру в колледже любил. Ведь мы как курсом собирались на физкультуру? Кто-то заболел. Кто-то пятку поранил, не пришел. Кому-то холодно или наоборот жарко. Да в общаге пересидим. В итоге только мы и ходили. Вдвоем. Со старостой. Где же надо отмечать, кого нету? СМЕХ А как экзамены-то проходили? Ой... Кому-то было легко, а кому-то... Не очень. Не очень. Помню, математику сдавали. Мне достался вопрос от этой... как я... Преподавателя. СМЕХ СМЕХ Говорит мне. Докажи мне, что 2 плюс 2 равно 4. СМЕХ СМЕХ Ну взрослая же женщина. СМЕХ А таких вещей не знаю. СМЕХ СМЕХ А я говорю. А давайте я вам лучше про восьмерку что-нибудь докажу. СМЕХ Вы мне там половину еще что поставите. СМЕХ Говорит. Нет, все равно. Говорит. А подсказать ты некому. Я один остался. СМЕХ Все-то уже ответили. СМЕХ За отчетки. Литературу еще очень любил. СМЕХ Вот рассказывали один раз. Помню, вышла одна наша студентка, коллега. А вместе с ней еще один. То есть вдвоем вышли. До отчеток. Может какой-то сюрприз будет. Ну, был прав почти. Вот она рассказывает, не помню уже точно, но что-то про осень и про журавлей. СМЕХ И вот уже, а он стоит такой, гордый журавль, да, можно сказать. СМЕХ Грудь выплесит. Молчит. И тут уже последняя строчка идет. И влетает, да, осенний клин журавлей. СМЕХ И тут, курлык, курлык. СМЕХ 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 И по техническим причинам урок уже нельзя было провалить. Все уже были на правую соску. СМЕХ СМЕХ А вообще, здесь интересно было. Весело. Народ добрый. Я же правильно говорю. Правильно. Правильно. Не то мне потом... Нет. Конечно. СМЕХ 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 В выпускнике еще 10 лет будет и 40, наверное. Если сейчас начнем собираться, можете соберемся. СМЕХ 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 Рефлексия. У нас симпатия. Мы заряжаемся обратной энергией. Поэтому, наверное, мы не стареем. Мы тоже хотим все еще работать. Спасибо вам за то, что вы цените профессию и то, что с вами было в эти годы. Ну, а теперь, как всегда, вас ждут лучшие рестораны и кафе нашего города, строительные площадки. Крыши небоскребы. Все для вас. Спасибо большое. Вообще подхожу. Приезжайте. А где пианино? Это уже не наш кабинет. К сожалению, все меняется. Улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. У нас остается золотая моя воскресенье. Спасибо.